Вы никогда не задумывались, реально ли в наше время заработать какие-то деньги на старых вещах? На тех, которые остались вам от дедушек или бабушек, которые банально можно найти на барахолке или на тех находках, которые вам случайно подарила земля. Как? Ну, копали яму во дворе или на огороде, или может вы, поисковик. Вот сколько реально в наше время это стоит? Интересно? Так давайте посмотрим. Давайте вы только сразу, чтобы вы понимали, это у нас не огнестрельное оружие. Да, это легендарный люгер, какого-нибудь офицера-кайзера. Найден в лесу. Из этой находки выстрел произвести нельзя, ничего не взводится, не клацает. Все просто, намертво, прикипело, закипело и все. Зачем такое покупают? Ну, как макет. Но как бы там ни было, сама находка очень интересная. За данным лотом следило 106 человек. Сделали 94 ставки. И в итоге такая лесная находка была куплена за 16 504 гривны. Это у нас на момент монтажа видео где-то 430 долларов. Но тут долларов будет в разы побольше. Что это у нас? Это у нас золотая римская монета. Если быть правильным, наследование ауриуса. Так свой год назвал подавец. Люди даже шутили. Присмотритесь, там купидон и купидон-иха. Ну, а чего? Похоже. Где такое продавали, так в Винниской области. В большинстве своем монеты с отверстием уже как бы не монеты для нумизмата. Но если это редкая монета, то отверстие не помеха. У нас практически 8 грамм счастья. Если бы не дырочка, было бы 8. За данным лотом следило 85 человек. Это те, которые любят, наверное, или купидона, или купидон-иху. Ну, не важно. Сделали они 105 ставок. И в итоге такая вот находка поисковика была куплена. А здесь внимание. За 124 999 гривен. Это у нас на сегодня 3260 долларов. Смотрите, какой красивый. Ну, не мог не показать. Я такого никогда не видел. Это у нас Дукач. На стиле, на шее, на веревочке. Красота, да? Называется Дукач Украина. Ну, так решил подавец. Но вот такой вот необычный и нечастый сюжет. И состояние не очень плохое. В большинстве своем обычный Дукач периода Екатерины II вот такой вот. Стоит где-то 250-300 гривен от желания владеть. Но тут нечастый. За данным следило 5 человек. Как бы немного, да? Сделали 5 ставочек по одной на каждого. И в итоге такая находка была куплена за 2251 гривну. Это у нас примерно 60 баксов. Скажите честно, вы находили Дукачи или нет? Неважно какой. Главное, чтоб с ушком. Подобную монету я когда-то держал в руках. Угу, при мне находили. Это у нас 5 рублей 1869 года. Но я держал другой год. Но неважно, именно монета была такого формата. Да, вы верно поняли. Материал золото. И посмотрите на поле. Как бы с претензией на прекрасное состояние. За данным лотом следило 23 человека. Но это те, у которых есть лишние деньги на такую красоту. И сделали 78 ставочек. И в итоге такая монетка была куплена за 67 тысяч и одну гривну. Это у нас примерно 1750 долларов. Золота никогда не бывает много, если у вас есть лишние деньги. Так думало 115 человек. Именно сколько следило за данным лотом. Что это? Это украшение. Браслет на руку. Продавец уточнил. Золото прекрасно. Прокийский Гальштадт. Габа-Голеградская культура. И посмотрите. И вес такой солидный. Где продавалось? Так Колумея. Так указал счастливчик. Сделано было 168 ставочек. И в итоге такой браслет был куплен. А здесь внимание. За 88 тысяч 888 гривен. Шутники набросали. Это на сегодня где-то 2320 долларов. Парень на чердаке у деда нашел старый автомобиль. Игрушку. Автомобиль периода СССР. Со следами коррозии и все такое. Не, ну веревочка осталась. Но это не главное. Главное, что дверей нет. И состояние такое. Подумал парень выбросит. Но как-то рука не поднимается. Думает. Поставлю на продажу. Ну а вдруг кому-то надо. Может кто-то починит. Что можно сказать? Это было мудрое решение. За данным лотом сидело 63 человека. Это те, которым вдруг надо. Сделали 157 ставок. И в итоге вот такая вот с виду нефти игрушка с чердака деда. Была куплена за 13 тысяч и одну гривну. Это примерно 340 баксов. А ну признавайтесь. Точно у кого-то были подобные игрушки. Их выбросили. Парню случайно в руки попались вот такие вот часы. Он понимал как бы красивые, новые, пленочка, все такое. И с виду такие добротные, массивные. Диаметр 48, а толщина 13 миллиметров. Сделаны хорошо и тикают. Но сколько стоит не знал. Поставить с низкого ставка. За данным лотом сидело 37 человек. Сделали 53 ставочки. И в итоге такие новые часики были проданы за 48 тысяч и 2 гривны. Это у нас примерно 1250 долларов. Кто бы мог подумать. Многим людям в наше время не хватает именно вот этого. Да-да, я про нормальный человеческий мозг. Так свой лот назвал продавец. Но это огромный коралл. Парень только его выставил и сразу его купили по блицине. А это было 1200 гривен. Примерно 32 бакса. Может быть это дешево. Не надо было ставить близ. Ушел бы дороже. А? Гаражная находка. Где парень такой нашел, так в Тернопельской области. Ну так и нам говорят. За данным ящиком сидело 28 человек. В чем секрет? Так это ящик с военного мотоцикла. Сделали 72 ставочки. И вот с виду такой какой-то интересный, но все-таки ящик был продан. Представьте только в таком состоянии за 43 тысячи и 6 гривен. Это у нас 1120 долларов. А не знающий человек бы оставил в лучшем случае себе в гараже для гвоздей. Или просто бы сдал на металлолом. Вот посмотрите на эту монету и скажите, что вы думаете. Так уж буду у вас. Где такое находят? Ну так в Винницкой области. Понимаю, когда смотришь на монетку. Край поля такой какой-то кукин-квакин. Да, земля его ням-ням-ням. Вот думаешь, ну хорошо, пускай какая-то редкая. Ну сколько денег? За данным лотом сидело 48 человек. Сделали 42 ставки. И набросали практически 40 тысяч гривен без одной. Это у нас примерно 1045 долларов. Но честно, знали, что бывает такая монета? Я нет. Вот так вот парень покопал в Хумийской области. А где именно? Так, пик каменной с Пудильской. Там бывает попадаются древние находки. Что это? Это у нас бронзовый топор. Называется кельт. Ну вот в таком вот красивом состоянии. С такими вот узорчиками какими-то. Ушко целое и платье на ровное. И заметили? Парень ее не порубил, эту находку. Как часто бывает. Хорошая находка, так надо пару раз контрольных лопаток задумать, да? В нашем случае, так сказать, повезло. За такой красотой следило 58 человек. Ну, любители древней красоты. Сделали 217 ставочек. Торги были интересные. И в итоге такая находка поисковика была куплена за 8778 гривен. Это у нас примерно 230 баксов. Так что, друзья, если у вас есть какая-то капонина. Или может быть игрушки СССР. Или просто, на ваш взгляд, какие-то старые интересные вещи. И вы хотите обменять это на деньги, а не знаете как. Или стоит это что-то или нет. Напишите мне по ссылочкам снизу. Посмотрим, подумаем, попробуем обменять на деньги.